добрый день приветствую вас на нашем канале это ландвийский филиал сан гейтса который находится головной наш офис находится в чикаго это такой крупный эздерический центр ну и кто следит за моими выступлениями то знают что я вот часто выставляю именно оттуда какие-то касты как раз связанные с темой и астрологии и эзотерики но и сегодня не исключение фактически канал латвийский канал он тоже посвящен именно эзотерики астрологии и ваш покорных слуга как бы будет активизировать ваш интерес надеюсь и в общем это возможность поговорить с вами говорить с вами о том что иногда но вот либо нет времени либо нет возможности на других каналах или в жизни но вот здесь все таки мы это время с вами найдем и так не пугайтесь название криминальная астрологическая информация но в чем она криминально она как бы только нарушает некие шаблоны которые возникли об астрологии у людей ну и соответственно когда а шаблоны уже стали как бы некими догмами законами для людей и когда человек переступает такие шаблоны догмы то вот это уже криминально но еще раз криминально не надо переступать общественные юридические и социальные экономические законы вот но какие-то шаблоны которые возникают на жизни иногда нужно пересматривать над ними задумываться то что мы принимаем вот иногда так легко и быстро наверно я уже таких вещах говорил если вы помните это также было связано и с 13 знаком и с эпохами водолея но и так далее а вообще я постараюсь говорить и вы уже заметили вещах которые но очень мало где поднимается в интернете вот и ну думаю что для меня это важные вещи и я считаю что именно они закладывают основы в эпоху новой астрологии действительно будет большие пересмотры изменения а вот и это просто неминуемо время диктует и так давайте коснемся одну постулата но вообще вот все что происходит я как астролог и выступают и прогнозы и люди спрашивают там и в жизни и так вот на встречах на ю тубе а вот 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 дмитрий скажите а вот как вот то то будет не будет нередко люди задают такие вопросы что они считают что вот как бы вся наша жизнь она уже запрограммирована и в общем просто они как-то еще не успели узнать прочитать но вот в целом она запрограммирована уже произошло и вот тут надо в общем-то узнать и именно такая постановка вопроса она вот как раз заставила меня немножко нарушить эти традиционные правила потому что это не совсем так итак давайте я сделаю утверждение что вот звезды совсем не виноваты от того что вот те или иные руководители сейчас правят у вас в стране правят у вас в городе именно вы выбирали или не выбирали не пошли по каким-то очень объективным причинам на выборы но многим каждую зачем уже все давно ясно здесь как астролог хочу сказать что совсем не ясно хотя я предсказал то чего не предсказали победу трампа предсказал brexit и многие другие вещи которые связаны были с петром порошенко с лукашенко и так далее то ну кто смотрит опять же мои выступления то но с этим уже как бы знакомы понимаете вы скажете ну дима как как вот откуда ты тогда берешь и здесь конечно я не буду всего описывать как это все происходит но конечно есть определенные знаки есть определенные тенденции и здесь можно наговорить скорее правильно так что это вероятность что это астрологический прогноз вот если помянуть такого астролога как нострадамуса и вот кто чуть-чуть зная немного читал о том как он кашел как он погружался кричал по ночам плакал и так далее то есть он непосредственно переживал те события которые были ну и вот как-то в своих стихах зашифровал это все когда там телец зайдет в козерога и так далее ну когда так свернуться пространство то я думаю нам всем будет уже не до того не до мелких разборок но еще раз конечно это зашифрованный текст и в принципе вот это ну по-своему он видел он пропускал это через себя ясновиднее к астрологии это мало имеет отношения хотя он занимался астрологии но она видать послужила таким ключиком ключиком к того что его подключила конечно там можно говорить о третьем глазе ясновиднее так далее да можно и да можно грешу и астрология тоже там не последнюю роль во всех этих вещах играет так как же ну хорошо как же тогда вот там ну не знаю тот же трамп взять опять же вот пока люди не сделают выбор то можно взвешивать вероятность ну как вы знаете принимают ставки и мне нередко предлагали ну хочешь доказать астрологию давай туда давай делать ставки вот нет туда не двину и не буду сделать ставки не потому что я боюсь а потому что в целом это усилит невероятно так сказать всю эту игроманию всю эту индустрию и я считаю что это не не есть хорошо но и так какие-то моменты я вижу что вот да на тот момент у трампа каких-то вещах я об этом говорил в чем и нумерологические и астрологические его гороскоп был лучше сильные стороны и там даже социальные если говорить то есть еще свои алгоритмы ритмы президентов которые меняются чередуются в америке если кто-то начнет изучать то это хорошо поймет вот как это там происходит это же за этим стоит вероятность поэтому здесь о достаточно высокой вероятности речь шла вот ну и и не более того вот так что я видел что вот трамп так далее конечно астрология позволяет какие-то вещи увидеть дополнительно но она не позволяет допустим сказать он начнет ядерную войну или нет там он сделает там то-то там реализует эту мексиканскую стену это нужно было тогда в шестнадцатом году говорить они сейчас или не реализует ну и так далее так далее как вы понимаете это ну наверное делали кто-то да ну ради бога каждый отвечает за свои слова и я стараюсь вот быть в этих вещах очень аккуратным осторожным а вот опять же тут становится общий вопрос насколько вот все запрограммировано фатально да то есть что мы можем изменить что уже как бы вот есть идет и мы ничего с этим сделать не можем вот это уже наверное вопрос такой другой действительно более серьезный ну вот и все что я говорю будет как раз потихонечку раскрывать вот этот фатализм насколько он реален нереален и что частично в моем понимании вот изучая как бы гороскопы людей конечно и свой и получая обратную связь от жизни что происходит у людей как вот то что говорил что происходило я могу сделать такой вот наверное для себя важный вывод что тем не менее вот в нашей нашей жизни как вот как астролог с опытом да в нашей жизни все таки наверное процентов 85 90 событий мы могли бы как-то изменить что-то усилить что-то улучшить отчего то вообще нейтрализовать то есть это в разной степени повлиять на эти события ну наверное процентов там 10-15 это те события которые мы точно никак ничего не можем повлиять сделать то есть они как бы будут да и тут мы можем это принимать можем не принимать но они произойдут нашей жизни почему я об этом говорил но хотя бы потому что есть общая программа эволюции я сейчас земли это я не говорю о космической эволюции она тоже есть солнечная но есть программа земли мы очень сильно как вы догадываетесь связана с планетой земля хотя вот ее как бы на карте мы не видим в астрологической не строим хотя есть гелиоцентрические как бы построение карты системы где вот там наша земля вы можете спокойно найти на гороскопе и тут такого ничего сложного нет но еще раз есть общая эволюция земли и царств на земле растения животных человеческое погнали то есть все это взаимодействует развивается эволюционирует оно откуда-то пришло куда-то двигается то есть как вы знаете космос бесконечен и все это находится в движении да и вот соответственно и здесь может ли человек повлиять на эти события в которую он уже вовлечен то есть это ну можем назвать объективной реальностью нет он не может он даже если он совсем не согласен там не с понятием теории электричества так далее но если он засунет два пальца в розетку и вот долбанет если он не согласен там с гравитации и прочее но если он там сделает шаг там с третьего этажа то скорее всего не полетит даже с первого не полетит но если полетит то вниз я имею в виду не полетит горизонтально вертикально если не будет каких-то особых приспособлений но вот как факт да то есть это сила которая действует помимо нас это еще раз наши объективные реальные я привел такие простые вещи но есть еще раз понятие эволюции кармы судьбы человечества общие программы ну и соответственно наверно карма страны в которой мы живем и мы вовлечены в нее и мы единственно можем вот иногда как раз повлиять на то что приходим на выборы и вот как-то пытаемся это сделать хотя бы пытаемся выйдет не выйдет плюньте на это то есть собственно говоря в этом отношении психология вот такая маленького человечка она у нас просто мы маленький наш мозг маленький ну что я пойду ну что я там один изменю ну что мой голос делает там ну и так далее сделает поверьте он сделает даже если его как-то не учтут за труд есть так называемая общая карма земли вот и те кто будут пытаться как бы что-то нивелировать запрятать исказить ваш голос они понесут кармическую ответственность за это и не только в виде социальной юридической но и божественные и в этом отношении я считаю что если у вас есть такая возможность вам это нужно делать конечно есть есть еще понятие личной кармы это огромный тоже пласт который связан и с этим воплощение мы уже много на всякого наделали да как за мягко говоря мы же не ангелы ну да но у нас такой полуживотный то уровень по существу что там про ангелов не ангелы хорошее такое упоминание но также мы не ангелы были в прошлых воплощениях еще много тоже начадили натворили и все это тоже возвратка возвращается к нам десятикратном размере вот эти вещи наверно может повлиять как-то изменить но уже это отдельный разговор да отдельные есть какие-то на учения практике которые когда человеку уже на такой уровень сознания поднимается он уже но эти вещи пытается менять пытается сделать вот и так вот по поводу кармы на выборов ну и личные кармы то есть да есть общая реальность есть наша реальность объективная мужа мы родились есть род есть наследственные заболевания мы уже воспитаны и это тоже отложила отпечаток на наше подсознание так далее мы чем-то занимались развивались воспитывались обучались ну то есть вот кто-то так кто-то быстрее кто-то больше кто-то в одну сторону кто-то другой но здесь вот этот опять же лично происходит абсолютно у каждого да вот поэтому еще раз вот конечно эти факторы они тоже складываются и они могут быть гармоничные они могут быть дисгармоничные содержать в себе на множество конфликтов и не только там из прошлого воплощения в этом нам поверьте вот так вот хватает отгребать то что мы уже наговорили сделали там да ведая не ведая тоже но ответственность мы несём дальше поэтому когда говорят о выборах еще раз да вот победит та-та-та-та партия то есть еще но я лично считаю все таки ну я понимаю что я не пуп земли но 40 лет практики не 5 не 10 не аж 20 и это эзотерической практики эзотерической астрологии еще раз подчеркиваю что здесь у меня это вот происходило так моей жизни то что было и философии понимание мира себя и йога и астрология входило вот но я считаю что это и есть познание себя мира окружающего на это и есть уже астрология в разных его фазах в разных и так это одно но также есть и вещь которых события происходит у каждого из вас сегодня что-то идти нити делать не делать звонить не звонить начинать не начинать заканчивать и так далее личный выбор то есть есть вещи которые мы подходим на перекресток да вот как сказки налево пойдешь что-то найдешь прямо то-то направо то-то отгребешь вот и вот пока мы здесь да у нас есть да есть выбор еще тут трудно предсказать астрологу но может ясновидящий он уже знает там заглянул в каузальное тело в хронике акаши там вот он туда-то пойдет но слава богу меня этого нет я как раз ничего не слышу не вижу никаких голосов так далее да это просто опять же о рассуждении знания которые пришли из древности и которые приспосабливаются вот к нашим условиям к нашей жизни вот и я как человек я могу сказать что да это важный выбор как астролог как человек как астролог имею ввиду но вот куда человек сделать я ему скажу вот идите туда это больше соответствует вашей стихии вашему знаку там луна у вас белая черная такая а уж узлы так вообще вас двигают туда яска послушал послушал ты не ты пойду-ка я в другое и в этом отношении он действительно у него полная космическая свободная воля есть выбора в этой точке вот здесь очень важный момент космическая свободная воля есть у каждого человека но у кого есть монада душа и она не запрограммирована то есть человек творец в этом смысле он подобен творцу и их он может действительно но как это поется мир устроен так что все возможно в нем но после вот ничего исправить нельзя поэтому если вы пошли прямо или налево или направо то уже сделали выбор уже вас ожидает некое обстоятельство события люди так далее которые будут винить в этом астрологию свой изначальный гороскоп да это было бы очень очень неправильно в этом отношении но вот то что должен сделать астролог это дать вам сориентировать дать вам информацию то если вы его спрашиваете да ну что если не спрашиваете сидеть наказать а вы делали на это государство вы на этого правителя делали а вот вы на эту актрису делали а как там с пугачевой а как с тем-то брэдом питом и прочее вы конечно извините вот не хрен мне делать вот просто этим да чтобы потом блеснуть был точно также на личном у меня этот сайте ютубном да был и про брэда пита и про многих так сказать и актеров и известных личностей сказать что это как-то интересно ну так в носу ковырять а ну надо ну посмотрим посмотрим это в собственно говоря никого не трогает всех трогает это их здоровье материальное благополучие так далее там бог с ними там что но иногда в порыве там может быть такому эмоциональным патриотизма спор или еще чего-то там человек может сказать на какое-то время там переключиться но жизнь потом быстренько возвращает все на круги своя и человек возвращает так вот свободная воля выбора ее запрограммировать нельзя это делаете вы как капитан своей судьбы то есть вот где вы являетесь действительно творцом да и где вы ведомы мы в этом мире в объективной реальности и это ведомость здесь многое может подсказать любые и естественно науки и гуманитарные и астрология также внутри вас вот ваш выбор здесь тоже много психология астрология там философия тоже все это может помочь разобраться кто вы что вы что вам нужно не нужно или вот интересно это но вы решаете вы суммируете получаете эту информацию и берете ответственность вот на самом деле люди никогда не берут на себя ответственно они очень хотят детей но потом не берут ответ куча дел работа то-то дети вот просто по-остаточному схвати вас любого за грудки пока человек здоровская а что ты вот для здоровья это это не делаешь ну да 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 здоровье здоровье этого не купишь его а на самом деле по такому же остаточному принципу нахрен пока гром не грянет он ничего делать не будет все некогда или когда-то лень когда-то нет ну конечно мы всегда находим дико уважительные причины тут вообще разговора собственно говоря мы вот в такой реальности и живем но потом вдруг нам нужно как-то анализа что там и когда вдруг человек растерялся он думал что вот правда за этим что вот мир устроен так он прет какой с флагом уже с винтовкой уже там я не знаю с дубиной неандертальской идет доказывать свою правоту и вдруг все рухнуло его в очередной раз надули так так астрологи где вы были мать вашу что ж такое да вы ничего не слышали и не готовы слышать так так же как и сейчас подавляющее большинство люди хотят слышать то чему они готовы то что им нравится то что их щекочет их интересует ну и это логично вы скажете по законам психология я вам отвечу что да это логично вот такой я понимаю что я не ответил на все вопросы я поднял большую важную тему они мы будем много говорить не о ней но все что не касалось и даже то что вот внизу есть все даже у нас здесь на сангельце рерих как говорили казалось бы далеком уже прошлом прошлом которого уже миновало сто лет тут иногда 35 лет и это колоссальные перемены но есть вещи которые неизменны есть ценности которые неизменны законы принципы которые неизменны если мы их нарушаем мы в ответку получаем поэтому вот ну скажем чем меньше мы скажем действительно нарушаем закон вот те самые объективные да тем наверно гармоничнее и спокойнее мы живем потому что жизнь нам нередко дает обратную связь виде проблем здоровьем событиями еще чем то чтобы мы понимали что мы что-то не так делаем что вот мы не так здесь думаем и мир по-другому устроен чем мы это себе нарисовали иллюзии всегда приводит к проблемам и в конечном итоге к трагедиям ложные идеи и так далее вот поэтому астрология позволяет действительно избегать вот таких трагедий ложных установок попытаться ну хотя бы то есть вы хотя бы воспримите информацию вот просто настроить еще чуть-чуть на информацию узнать что то есть не не спешите делать не надо никакого там веры фанатичных что вот вы услышали и побежали с флагом вперед нет сядьте подумайте это ваша жизнь это ваши обстоятельства да и сядьте подумайте о себе о целях своих туда ли вы идете вот так ли все то есть мы практически на это чаще всего не хватает времени на все есть время но вот на это тоже не хватает вообще на все самое главное здоровье дети смысл жизни как правило у человека не хватает времени вы скажете так а на что мы тратим главное а вот возьмите и сделаете просто вот по минутам вчерашний день позавчерашний день по минутам сделайте и вы тогда поймете на что лично вы тратите свое время вот на этой позитивной ноте я завершаю да здравствует эпоха новая астрология она идет грядет перемены и их не остановить а то пока счастливо до новых встреч